Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сёстры, сегодня особенный воскресный день Великого Поста, день, именуемый неделей Крестопоклонный, когда на середине всех храмов Русской Православной Церкви был вчера вечером изнесён честной и животворящий Крест Господень для поклонения Ему. Это не случайно сделано, потому что наступает четвёртая неделя Поста, это середина Поста, всего семь недель Поста, когда наши силы уже начинают несколько расхудевать, силы физические, силы духовные. Но вместе с тем мы получили определённый духовный заряд, причащаемся к святых Христовых тайн, входим в храм, соборуемся. И наша жизнь, милостью Божией, отличается от обыденной жизни, которую мы ведём во все дни обычного года, в следующих дней. И поскольку мы больше, наверное, должны уделять время молитве, посту, воздержанию духовному и телесному. И поэтому, чтобы вот в этом подвиге Крестом нас поддержать, святая Церковь, и выносить в честной и животворящий Крест Господень, Крест, на котором Господь претерпел страдания, и которым Он спас весь мир. Прообраз Креста стал являться людям давно, ещё в Ветхом Завете, с того самого момента, когда Моисей извёл народ израильский из Египта через Красное море. И когда он увёл в течение 40 лет по пустыне Синайска для того, чтобы показать землю обетованную, то несколько таких явлений, собственно говоря, и было. Первое из них было то, когда израильтяне, порабощённые, вышли из Египта, от египетского фараона. Они шли вдоль Чёрного или Красного моря. Примерно милей от них находилось это море справа. А по бокам была пустыня Синайская, как вы именовали, она сейчас существует до сегодняшнего дня, на юге Египта находится. И, конечно же, испытывали постоянный голод и жажду, и холод по ночам. Особенно, когда не было пресной воды, и однажды они, через несколько дней после такого путешествия, набрели на источник мира. И когда попробовали воду, то он оказался горькой и непригодной в пищу эта вода. Тогда они возраптали на Моисея и сказали, лучше бы нам быть в Египте, есть и пить то, что мы хотим, и быть рабами, нежели претерпевать такие страдания. И Моисей измолился Господу, и тот сказал ему, чтобы он взял древо и бросил это древо в этот источник мира. И когда он это сделал, то этот прообраз креста животворящего притворил эту мертвую воду, непригодную для питья, и горькую воду, сладкую и пригодную для питья. И тем самым как бы растопил грех еврейский в этой воде, и они могли пить эту воду и утолить свою жажду. Второе явление было вскоре после того, как на них напали племя Исава, потомки напали и хотели разорить Истан. И тогда Моисей назначил командующего войска Моисуса на вина, и началась битва между израильтянами и их противниками. И когда шла эта битва, то пророк Моисей поднялся вместе с двумя людьми, его сопровождавшими, среди которых был один его брат, Аарон, на гору, вознес свои руки и, вознося эти руки, стал молиться Богу, чтобы он даровал израильтянам победу. И вот это вознесение рук тоже прообраз Честного Желтворящего Креста. Крест Господень, священник тоже, когда мы совершаем определенные молитвословия в алтаре, на херуинскую песнь, на «Тебе поем», тоже вздеваем руки, прося Господа о милости и помощи в сотворении Таинства Великого. Так и Моисей молился о том, чтобы Господь даровал им победу. И когда руки у него вдруг начали отбивать, он опускал эти руки вместе с жезлом, то войско его начало проигрывать. И тогда два его самолитвенника подняли его за руки, держали с утра до позднего вечера, до того самого момента, когда израильтяне не разбили войско Амалика. И после этого разбиения войска одержали непобеду, и все поняли, что это была благодаря помощи и заступничеству Божией. И, конечно же, молитву пророка Моисея, который возле руки долго молился на этой горе. Ну и, наконец, последнее явление было дальнейшее их путешествие, уже на 1939 год, путешествие по пустыне. И все они устали, устали питаться манной небесной, которую Господь посылал им, и начали ротать на Господа. И, как вы знаете, ангел Господь все время сопровождал их стан, и уже, что называется, терпения даже, и ангела Божия не хватило. И он посылает им змей для того, чтобы их немного смирить, и от укуса этих ядовитых змей они начали во множестве помирать. Пророк Моисей опять просит Господа, и тот говорит ему, что необходимо сделать медного змия, благо они были недалеко от запаса меди, вознести его на крест, и, вознеся эту медную змию на крест, поставить вне стана, чтобы каждый, кто получал смертельный укус, обращали свой взор к этому змию и просили, чтобы Господь их исцелил. Так оно и случилось, и прообразом креста стало две простые перекладины, одна более длинная, вторая более короткая, на которой был вознесен тот медный змей, как пишется в Новом Завете, подобно пророку Моисею, как пророк Моисей вознес медного змия на кресте, так и Господу нашему Иисусу Христу должно быть вознесено на кресте и пострадать. Вот такие явления были израильскому народу в Ветхом Завете, прообразы честного и животворящего креста, но в полной мере это осуществилось же пришествием креста в мир, и вы знаете, что крест имеет особую силу, крест является хранителем всей вселенной, крест красота церкви, крест ее украшения, и мы с вами, живущие люди здесь на земле, постоянно об этом помним, и крест животворящий и честной сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни, от младенчества с того самого момента, когда мы принимаем святое крещение, священник одевает на наш крест, и до нашего погребения, когда в ногах у каждого православного крестьянина также ставится честной и животворящий крест, говоря о том всем проходящим мимо могилы, что здесь погребен православный человек. Кресты украшают наши храмы, крестом мы себя должны всегда осенять, когда просыпаемся утром, когда творим молитву, пред едой, после еды, благодарить Господу, перед началом всякого дела, перед тем, как садимся путешествовать в машину, в автомобиль, в метро, в транспорт и так далее, перед тем, как мы проходим мимо храма, также не должны стесняться осенять себя крестным знаменем, ибо крест не случайно называется честной и животворящий, ибо через крест пришло к нам воскресение и пришло к нам спасение. Вот именно поэтому православная церковь такое внимание уделяет честному и животворящему кресту Господню, и такое поклонение организовано в этот день, четвертый день, четвертая неделя, третья неделя Великого Поста, четвертая седмица наступает, креста поклонная, поклоняемся кресту и просим, чтобы он нас укрепил в несении нашего дальнейшего постного служения. Но вместе с тем сегодняшняя Евангелие говорит нам о том, что каждый человек, который хочет идти за Господом, должен оставить крест свой, взять свой крест и последовать за Христом, оставить все свои деяния и дела. И тот, кто хочет спасти душу свою, тот ее погубит, а тот, кто хочет погубить душу своей ради Христа, тот наоборот ее спасет. Казалось бы, простые слова, возьми крест свой и иди, но трудно современному человеку представить, что он в одно мгновение может отречь от всего, что его окружает, взять свой крест, то есть взять свои грехи и немощи, которые он совершает ежедневно, и исполнять те заповеди, которые Господь нам даровал. И вот в этом случае требуется, конечно, наша молитва, молитва святых. И вот, даже апостол Павел, неся свое великое служение, просил во множестве мест о том, чтобы за нем молились, и чтобы помогли разделить тяжесть несения его апостольского служения, его креста. И, конечно же, нужно не только нести свой крест, но и помогать нести свой крест окружающим нас людям. Крест наш, это прежде всего наши грехи, наши болезни, наши искушения, которые нас сопровождают ежеминутно, ежечасно по нашей жизни. Мы должны с ним бороться, преодолевать себя и идти за Христом. Только тот, кто сможет это сделать, может спасти. И самое главное, что предостерегает нас Святая Церковь, это то, чтобы вот несение постного подвига, мы не забывали про два момента, которые нас встречают, это уныние, когда, казалось бы, нас силы оставляют, и мы готовы же, может быть, и нарушить пост, пожалеть себя. А с другой стороны, тщеславие, когда нам кажется все легко и просто, и пост, вроде, слава Богу, хорошо проходит. Рак рода человеческого никогда не забудет подсунуть нам какой-нибудь грех, чтобы нас искусить в том, чтобы мы упали в это самое уныние. И вот у этих двух грехов нас и предостерегает Святая Церковь. На следующей седмице, на четвертой, у нас чтится память мучеников Сорока Силастийских по Усталу Святой Церкви. По календарному числу 22 марта выпадает среда, но по Усталу Святой Церкви, по Типикону, если идет крестопоклонная неделя, то со среды и пятницы этот праздник переносится на другой день. Поэтому Сорока Мучеников Силастийских во вторник, накануне полуэлийное богослужение, в самый день праздника, литургии, приезжей от священной дороги. В среду и пятницу также литургии, приезжей от священной дороги. И в среду, в 17 часов, таинство соборуния или или освящения, на которое приглашают все желающие, могут причаститься уже в оставшиеся дни. Ну и, наконец, в субботу, последняя родительская поминальная суббота, постовая, накануне заупокойное богослужение, в самый день, одна божественная литургия. Праздник вам всех вас! Спасибо вам! Праздник вам всех! 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 Придите все, Отечество, Языка, Престь Господень, Родуйся, Крестик, Родуйся, Крестик, Родуйся, Крестик, Родуйся, Крестик, Родуйся, Крестик, Родуйся, Крестик, ПЕСНЯ ПЕСНЯ